Жители Ахтубе из-за сильной жары стали чаще вызывать скорую помощь. Сложнее всего 40-градусный зной переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наряду с медиками работа прибавилась и у спасателей. Многие жители спасаются от жары у водоемов, нередко выбирая для купания необорудованные места. Поэтому сотрудники департамента ПОЧС усиливают профилактические рейды. Жара на улице раскаляет телефоны экстренных служб. Если еще несколько дней назад в станцию скорой медицинской помощи обращались в среднем примерно 800 человек в сутки, то сейчас эта цифра превышает тысячу чаще всего, по словам медиков. Звонят люди, страдающие гипертонией. Есть случаи теплового удара. С давлением, большинство у нас с давлением. Потом идут отравления. Кто находится на учете с заболеванием давления, с сахарным диабетом, зобом. Вот обычно же они у души, у них вот это жару не переносит. Дети, ну, жарко же сейчас. Без головного убора ходят. Родители ходят на улицу много. Бывает солнечный удар. Даже и у взрослых, не только детей. Невыносимый зной жители и гости города стараются пересидеть на пляжах и в аквапарках. Очереди в развлекательные центры с бассейнами и горками в эти дни огромные. Люди приходят задолго до их открытия. В фойе этого аквапарка уже с утра не протолкнутся, несмотря на будний день. Пораньше решила прийти. По информациям очередь большая будет, людей много будет. И пораньше пришли, хотели с детьми зайти отдохнуть. Приезжают дальние, это областя, отчебинские области, районные центры или города другие, даже уральские. Человек 200-300 они уже утром стоят до открытия. И это немножко создаёт очередь. Стараемся, конечно, невозможно 100% сделать, но максимально обслуживаем. Горячая пора сейчас и у спасателей. На особом контроле стихийные пляжи. С начала купального сезона утонули уже 6 человек. Четверо из них дети. Все трагедии на воде произошли в местах, запрещенных для купания. Поэтому сотрудники департамента ПЧС совместно с полицейскими и волонтёрами усиливают рейды. В них задействовано больше 400 человек. Любители стихийных пляжей предупреждают об опасности, а в случае повторного появления в таких местах штрафуют. Также имеется у нас склонное патрулирование полиции. Они вдоль береговой линии полностью патрулированы, охвачены. И в случае выявления накладываются штрафы. То есть у нас по области в данный момент штраф был составлен на 636 человек. Также включаются там и предупреждения, и штрафы в размере 5-7 МРП. По прогнозам синоптиков, сильная жара только через пару дней пойдёт на спад. Но медики советуют людям с хроническими заболеваниями не выходить без особой необходимости на улицу. А тем, кто решит отдохнуть у водоёмов, выбирать для этого только специально оборудованные пляжи. Наталья Салькова, Инадин Булдобеков, Актубе, Хабар-24.